здравствуйте с вами интернет канал максимадзе и мы продолжаем ежедневный reded redemption 2 короче говоря и сейчас я нахожусь в аннезберге по моему так называется он да где мы раз вон там мы расправились с левитом корнеллом но за нами тем не менее продолжают охотиться некоторые плохие парни этот бандит кольм одрискал и пинкертонские свиньи милтон и рост еще в прошлой серии артур изгнал леопольда штрауса из лагеря потому что из-за него куча неприятностей у его должников возникли позорит банда и артур решает также артура недавно видел что мисс даунс жена одного из должников штрауса как покойного должника уже от туберкулеза проживать где-то здесь артур хочет наладить с ней контакт и давайте займемся этим делом поищем ее здесь шахтеры тут эй ребят вам не нужна баня ну конечно мы все только мечтаем быть иголками миссис даунс уходите пожалуйста уходить извините мне очень жаль здесь серьезно ну да вам-то жаль я поняла вас но то есть я это эта страна как человек дорвавшийся до свободы кто-то и шутка я в этом не виноват и никто другой человек добрался до свободы так пусть он проявит свое добро а неизменные побуждения сын но как же я только сражаться умею наверное меня освободили чтобы я дрался наверное где ваш сын а как же вы думаете в шахте пока не заболеет то есть недолго и случается что из него вышибут все соки видите ли его бригадир не взлюбил и ему хуже всех приходит ну я могу пойти туда нет вы могли бы оставить нас в покое может быть вы могли бы вести борьбу в другом месте лицо у нее все в прыщах раньше по моему такого раньше по моему их не было бригадир его не взлюбил и его там унижают так понимаю давайте разберемся эй парень слушай парень твоя мама шлюха да замолчите да твоя мама шлюха это черт возьми тот еще факт эй замолчите вы все а это кто еще такой твоя бабочка нет мой папочка умер а этот человек убил его что вы здесь делаете оставьте парнишку покоя зачем ты убил его бабу тебе нравится его мама не станет запугивать парнишку айвы не лезьте не все дело оставь парнишку покоя я тебе сказал а что тогда будет или я убью тебя это ты никого убить не сможешь ты посмотри на себя ты оборванный больной славой а ну пошел нафиг отшельник вали нафиг отсюда и ублюдка этого тоже забирай я щас убью тебя зараза нет ну и кто следующий отпустите мальчика отпустите его я сказал идем со мной вам позор всем он же мальчишка просто давай эти сборки они убьют меня теперь я лишился работы они меня убьют я есть денег вы с мамой можете приехать не знаю слушай вот держи забирать просто постарайся уговорить маму и уезжайте отсюда все беги я попытаюсь хорошо смотри чтобы я больше в этом месте не видел мы еще встретимся с ними а сейчас я бы хотел перейти к кое чему еще у нас есть выборы с какие у нас есть выборы во первых есть где находится дом пенелопа брэдвэйт есть мы в прошлой серии прочитали письмо от нее и и она просит нас о помощи она находится рядом с особняком брэдвэйтов уже давно сгоревшим разрушенным особняком и еще у нас есть другие выборы это пастор солнцем я так понимаю и мико был утехи ван хорна украдить боевку совы повозку со взрывчаткой ансберга понятно ладно давайте отправимся сюда пенелопе ехать до туда очень далеко поэтому небольшой такой чик чик фух не могу поверить что возвращаюсь в это дикое место обратно давайте кое-что хочу вам показать кстати очень интересная весьма вещь кое-что необычное пока он туда мы не будем сворачивать вот тот самый сгоревший особняк и давайте посмотрим давайте заглянем в него тут мы найдем кое-что интересное смотрите даем моё дурацкий экран вот вот это тело это кэтрин брэдвэйт та самая старуха который голова семьи брэдвэйтов если вы помните то дача вытаскивали на улицу и отпустила только после того как она сказала где джек марсон находится после этого она побежала от отчаяния в горячий особняк и там сгорела заживо со все вместе со всей семьей некоторые члены брэдвэйта все еще здесь зачем я зашел вообще сюда она не протянет я смертельно ранил ее да этим честь понижать только себе зачем я вообще забежал этот особняк да не узнаваемости короче сгоревшие тела вы поняли давайте идем отсюда нафиг нам нам бы еще лекарство бы какой нибудь принять на самом деле после этого у нас до того высокая честь была мы ее понизили немного ладно мы пришли она где-то здесь портуэйте вообще чё тут делают дом сгорел главы семьи ничего не делают и не понимаю вообще валили бы уже давно отсюда а вы пришли вы пришли вы наконец-то пришли да я пришел спасибо вы чудеснейший человек ладно мне успокойтесь но уже нельзя терять ни минуты они убили и они убили мисс колху она просто хотела сделать женщину нормальными и свиней убили кто убил не знаю кузыны мои наверное или кузыны бо они же ведь скоты все вы же их видели даже не скоты а чудовище таких чудовищ мог бы бог создать если бы не совсем лишился возражений вы не могли бы отвезти меня на станцию там будет ждать бо бо а почему он сам вас спасти не может но если вы увидели бы нас вместе то его бы не ничевали даже не знаю они обожают вешать людей куда же вы направляетесь в бостон это хорошо там вам будут рады наверно ну давайте уходим конечно в вашей власти я просто отвезите меня на станцию роваться ладно пойдем посадим вас на поезд а чё бо уже ждет на станции в надежде что вы туда придете или то что я туда приду помогу вам там прийти он старается приходить туда каждый день придумает разные поводы я сказал что он меня там скоро встретит так то так ну значит он вас действительно любит да после митинга я почти его не видел за мной так тщательно следят он ждет или по крайней мере он пишет наши семьи нас не отпустят друг с другом никогда и кроме того еще та история стёдик кадрин и моими кузенами а потом лигры и их этих парней убили столько крови пролилось казалось бы здесь все должно это начаться новой эрой да возможно от гнева не так то просто избавиться и из этой ужасной распри да я надеюсь мы сбор пропустил поворот отвлёкся иногда мне кажется что нельзя просто так оставить позади эту смерть более разрушения да это многим до вас удалось еще многим удастся я думаю ну да уезжайте не оглядываясь и постарайтесь жить достойно он хороший вид человек да бывают и хуже он добрый заботливый сильный извините я не хотел над вами смеяться у него много качеств но а вот и он может вы поедете с нами на поезде хотя бы до первой остановки ну ладно почему бы нет ты пришла наконец-то милый ты лучший мужчина на свете я не могу тебя называть настоять и себя называть настоящий мужчина но я люблю тебя пинелопо брату это сэр как бы нам вас отблагодарить можете поделиться драгоценностями бо артур присоединяй присоединиться к нам мистер мурган вы не могли бы купить билеты пожалуйста нельзя чтобы нас заметил конечно спасибо мы вас встретим на платформе сэр три билета до отдаст эндени пожалуйста конечно а здравствуйте сэр здравствуйте олден надеюсь у вас все в порядке на самом деле не очень но я рад вас видеть привет кузен дядь оставь нас в покое это или на о прости олден эй мисс берите сумки и садись вагоны я разберусь а ну иди сюда щас щас я тебя наваляю что ты его с ноги то не вольнешь давай еще один сейчас шляпу возьму прощай роутс так готово ну и семейку у вас тут конечно да уж обаяние хоть отбавляй но с другой стороны мой дядя с хороших манений держал дядя говорил что жизнь была и хуже что он мог безнаказанно насиловать и убить работать ему было не нужно наши семьи в округе есть хорошие но наши семьи большинство из них прогнали а белых и белых и черных все из-за дурацкой распы да это восхитительно боже ты мой что это мой второй кузен да что за дела с этими проклятыми кузенами а думаю они узнали про драгоценность не привлекать к себе внимание я щас с ними разберусь не туда ты прячешься все время вот сюда нормально я может вот эту взять ой Лучше бы... Да блин! Лучше бы... Моя лошадь бежала с другой стороны, а то... Пристрелят нафиг. Заряжайся! Сваливают, что ли? Ну, зашибись. Грязные твари, будь они прокляты. Все хорошо, уже закончилось. Смотрите, это машинист. Он удрал. Ладно, подождите здесь, я посмотрю, что там впереди. Что будете делать? Придумаю что-нибудь сейчас. Машинист! Опасность миновала. Ладно. Сейчас сами сядем. Попробуем. Не забывайте вещи. На дорожку сходить поезд отправляется, блин. Ехать не помню, сколько там, конечно, надо. Ладно, давайте я это тоже вырежу и остановим. Вернемся уже там, где надо будет доехать. Чик-чик. Здесь уже катсцена идет. Почему мы остановились? Дальше лучше без меня вам ехать. Мистер, я не знал, что вы умеете водить. Я тоже. Но, если честно, было довольно весело. И я и никто никого не убил. Они нас собирались убить. Вы джентльмен, сэр. О, нет. О, да. Вот. У меня не так много денег, но... Думаете, сапфиры очень дорого стоят? Фамильная драгоценность. Ух ты, сокровища Брэд Уэйдов. Спасибо большое. Отправим вас в Бостон, пока не подоспели ваши другие родственники. Хорошая идея. Эй, там кто живой есть? Да. Эта пара едет на север, им надо в Бостон попасть. Деньги у них есть, и они по прибытии расплавятся. Это вас устроит? Да, отлично. Садитесь. Вы для защиты в такую поездку что-нибудь берете? Иначе каким же кучером ты тогда становишься? Эй. Она побудет, то у мисс Брэд Уэйд, вплоть до вашего приезда. В связи с тем, что она везет в драгоценности. О, даже не знаю, как отблагодарить вас. Да, вы хороший человек. Давайте уезжайте отсюда. Вы все. Зашибись. Артур револьвером дал на всякий случай. Ладно. Эту мы выполнили. Давайте посмотрим. Может штрафы можно какие-нибудь выплатить. Есть ли у нас тут такие? Есть один. Посмотрим, что есть на карте. Какие у нас еще есть варианты. Блэкводер рядом находится. Нам туда нельзя сейчас. Мы там не были ни разу, и нельзя нам пока быть тут, там, по-прежнему. Действие в Блэкводере будет происходить в пятом сезоне, если что. Сейчас он нам недоступен. Там нас разыскивают с самого начала игры. Так. Едем к Эдит Даунс. Еще раз. И на этом серию закончим. Где наша лошадка? Ну что ж, встретимся там. Чик-чик-чик. Где тут привязать-то можно? Нет? Хотя мы надолго привязывать ее все равно не будем. Куда оружие достал? Мистер Морган. Ты еще тут парень, да? Ну да. Мама никак не может уйти. Или не хочет. Я сказал, что у меня есть деньги. Но она сказала, что ваши деньги грязные, что лучше умереть, чем их взять. Может, она и права, конечно. Но я не знаю, какие деньги грязные, какие нет. Она по-прежнему выходит... Ну, понимаете, кем Раббел. Мне жаль, сынок. Жаль, что так вышло. Ее уже несколько часов нет. Пошла бы каким-то человечком по рельсу. Может, он ей понравился? Куда она пошла? Туда. Мимо леса. Оли Артс Рейст. Ну, посмотрю, что смогу сделать. Ну, нафига ты... Ты нафига взял-то его совсем, что ли, Артур, ты сдурел? Я не хотел и случайно вообще... Я случайно схватил его сейчас. Блин, темнотища какая, блин. Блин, а что маршрут мне нормальный не покажут? Блин, здесь слишком темно. Тут реально сложно что-то сделать. О, мне звонок. Подождите. Да-да-да, все, давай, пока. Ватсапу звонят, блин. Посмотрим, где тут какие следы искать можно. А, вон там. Здесь слишком темно, правда, вот здесь. Это-то настораживает меня немного, честно говоря. Туда. Тут лошадь, тут чья-то лошадь есть, значит. Это что-то... Знаешь, красавица, я сидел в тюрьме, но они ни в чем не виноваты. Не сомневаюсь. Ну, хватит, приятель. Ты начинаешь пугать меня. Ты че бедной женщине там говорил? Эй, проваливай. Я тот, кто не хочет твой поганый голос слышать. Худешь нарываться, а то пулю схлопотишь. Вас что, Арчи прислал? Я сказал, проваливай. Не то я с тобой разделаюсь. Еще увидимся, дорогуша. Слушай, ты... Послушайте мне, пожалуйста. Прошу прощения. Вы кашляете прям как мой муж? Да, знаю. Послушайте, мне очень жаль. Мне жаль, что так вышло, и я повел себя... Как дурак. Я страдаю тем же самым из-за глупости. Но... Не дайте вашей гордости вас погубить. У вас есть сын, миссис Деонс. Мне стыдно очень. Стыдно? Почему? Вы же любили его. Вы для него все делали. Давайте я вас домой отвезу. Давайте я вас домой отвезу. Ладно, поехали. А камеру не можешь повернуть нормально? Аннезберг, да. Темнотища вообще. Я ничего не вижу. Почти. Мне реально жаль, что так вышло, да. Хватит извиняться. Томас этим не вернешь. Ой-ой-ой. Да, знаю. Плохо видно, я могу споткнуться. И что тебе дает возможность искупить свою вину? Нет, мне это не совсем нужно. Ну ладно. Забудь про меня и про свое чувство вины. Потому что из этого ничего уже не выйдет. Ни для тебя, ни для меня. Ты можешь только решить, каким человеком ты останешь в оставшееся время. Поможешь ли тем, кого еще можно спасти или поможешь самому себе? Да, ты права наверху. Ну или можешь повеситься. Мне вообще насрать на самом деле. Ты вправе не любить меня. Я не собираюсь менять отношения свои к тебе. Но. Просто хочу искупить вину. И все. Осторожней. Людей вообще не видно в темноте. И я слишком поздно заметил фонарик у него на голове. Мама. Какой же ты дурачок все-таки. Арчи, что нам теперь делать? Просто уходите отсюда. Давайте. Поселитесь где-нибудь в другом месте и начните жизнь заново. Вот, возьмите вот это. Мне они не пригодятся. Мне не нужны ваши деньги. Да, я знаю, что вы не хотите их брать. Но они вам позарез нужны. Возьмите. Нет. Я не ищу прощения. Дело не в этом. Не надо меня прощать. Просто возьмите деньги и уходите. Я знаю, я вам испортил жизнь. Не мучаюсь из-за этого каждый день. Но. Вы не должны позволить губить себя. Слишком много. Можете так могил загнать. Я. Просто ничего не говорите. Не благодарите меня. Просто возьмите деньги и собирайте вещи. Это все, что я вам хочу сказать. Не благодарите. Просто уходите. Пожалуйста. И бросьте. Проституцией заниматься. Да что такое? Я опять на кого-то наткнулся? Извини. 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 Я не нарочно. В темноте очень плохо видно. Ладно, давайте закончим на этом. Во-первых, почистить лошадь надо. А во-вторых, уехать. Реально в темноте людей очень плохо видно. И вот тот шахтер, у которого фонарик был на голове. Я слишком поздно его заметил. Ладно. На этом мы закончим. С вас лайкос, подписывайся. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на этот канал. Вступайте также в группу ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok